На балансе Одинцовского округа 438 дворовых территорий, 763 детские площадки, 1461 тротуар. Сегодня на дорогах ежедневно трудится 651 рабочий и 148 единиц уборочной техники. Но из-за аномального количества осадков коммунальщики не укладываются в сроки. На данный момент выполнено 35% задач по уборке дворовых и общественных территорий. Андрей Иванов отметил, ситуацию усложняет несогласованность ответственных служб. Скорее всего, управляющая компания своими дворниками сбрасывала все на проезд, потом проходила ваша техника, обратно все отгружала скребком, и получился замкнутый круг. Общее ощущение и по Москве, и по Одинцову, и в других населенных пунктах не было, что мы с задачей не справились ни на пятерку, ни на четверку. На совещании глава округа дал поручение профильным заместителям разобраться в ситуации, найти и наказать виновных. И очень бы хотелось, Станислав Юрьевич, понять, где же на самом деле проблема, кто с ней не справился. Если это подрядчик, который нам обещал, но не выполнил, значит, мы его должны оштрафовать жестко. Если это наши сотрудники, которые говорили одно, а по факту не досчитали эту технику во дворе, значит, надо кого-то наказывать. Также уборки снега во дворах и на дорогах препятствуют припаркованные машины. Директор МЦУР Елена Меньшикова озвучила предложение сознательных жителей округа составить план расчистки осадков и оповещать автомобилистов о намеченных работах заранее. Уже по определенному количеству жителей из разных локаций поступили просьбы предоставить им графики уборки по плановости, по территориям. Тогда они совместно с соседями в чатах, ну где-то там в переписке, в разговорах, встречах будут этим графиком пользоваться и убирать машины. В Одинцовском округе 761 автомобильная дорога общей протяженностью 642 километра и площадью более 3 миллионов квадратных метров. В период с 15 по 19 декабря выпало до 45 сантиметров снега. Для ликвидации осадков было задействовано 82 единицы спецтехники, дополнительно привлекли 28 погрузчиков, 4 грейдера и 57 самосвалов. Да, действительно, не везде успевали, значит, во время снегопада лукавить тут нечего. Не везде, возможно, механизированная очистка тротуаров, во многом она вручную осуществляется ввиду стесненных условий, их невозможности к проходу техники. Но в целом, я считаю, мы справились. За 4 дня было вывезено более 10 тысяч кубометров снега, но осталось еще ликвидировать вдвое больше. Сергей Батушенко сообщил, что через неделю работы будут завершены. Андрей Иванов сократил сроки до двух дней, предложив позаимствовать дополнительную технику на строительных площадках округа, которая в зимний период простаивает. Когда вы говорите, что нужно еще неделю для того, чтобы вывести снег, но это провал. Чтобы этого провала не было, вы должны прийти с предложением. Давайте обратимся к нашим застройщикам, возьмем погрузчики, возьмем дополнительные самосвалы и сделаем эту работу не за неделю, а за два дня. Полина Толмачева, Олег Кривоножкин, телекомпания Одинцова.